Ни сроков, ни условий сможет ли Грузия при поддержке США войти в НАТО. 12 июня 2019 года, 13.19. Виктор Миронов, Елизавета Камарова. Дональд Трамп поддерживает стремление Грузии вступить в НАТО, сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Ранее грузинский президент Салами Зурабешвили заявила, что страна уже на пороге членства в Альянсе, несмотря на то, что ей даже не предоставили необходимый план действий. Хотя Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Тбилиси, вряд ли для него будет сделано исключение из правил, считают эксперты. Они скептически оценивают перспективы присоединения этой кавказской страны к НАТО и ЕС из-за неурегулированных территориальных споров. Политологи считают, что поддержка штатов тут не поможет, и связывают заявление Зурабешвили с попыткой привлечь избирателей на сторону правящей партии в преддверии парламентских выборов 2020 года в Грузии. Соединенные Штаты одобряют идею предоставить Грузии членство в НАТО. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в Вашингтоне в ходе совместного выступления перед журналистами с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. «Усилия Грузии позволяют мне с огромной долей и уверенностью заявить от лица президента Трампа и всего американского правительства, что вы и дальше будете пользоваться поддержкой Соединенных Штатов в своем стремлении стать членом НАТО», – подчеркнул Помпео. «Отсутствие плана действия для членства в НАТО не помешает Грузии вступить в этот альянс, а также присоединиться к ЕС», – заявила ранее грузинский президент Салами Зурабешвили. Во время своего визита в Швейцарию она дала интервью агентству AP. «У меня нет плана действия для членства в НАТО, однако, на мой взгляд, ясно то, что Грузия успешно завершит свой путь в НАТО, а также в ЕС немного иначе, но в параллельном режиме», – сказала Зурабешвили. «Планом действия для членства в НАТО называется особая программа, которую в обязательном порядке должны выполнять все кандидаты на вступление в альянс. Сейчас в ней участвуют две страны – Босния и Герцеговина и Северная Македония. Грузия в конце 2008 года официально попросила предоставить ей план действий для членства в НАТО. Однако в том же году на саммите альянса в Бухаресте ей было отказано. Также по теме очередной шаг к эскалации, в Черном море прошли совместные учения НАТО и Грузии. Четыре фрегата НАТО и два патрульных катера Грузии провели совместные учения в Черном море, где ранее стартовали маневры стран блока И. Тем не менее НАТО и Грузия активно сотрудничают. Регулярно проводятся совместные мероприятия, в том числе и военного характера. Так, в марте прошли командно-штабные учения НАТО – Грузия. В них были задействованы военнослужащие 24 стран, входящих и не входящих в Альянс – США, Великобритании, Франции, Болгарии, Литвы, Азербайджана и других. Для Тбилиси это самые крупные по числу государств участников международные военные маневры. «Мы практически стоим на пороге НАТО», – заявила в начале года Азура Бешвили. Также в этом году активизировались контакты страны с ЕС. В марте вступила в силы постановление Европарламента и Европейского совета о безвизовом режиме для Грузии. Ее граждане имеют право посещать страны Шенгенского соглашения с туристическими целями на срок, не превышающий 90 суток в течение периодов 180 дней. Однако каких-либо заявлений о том, что Грузия в скором времени вступит в Евросоюз, представители руководящих органов ЕС не делали. «Не приступить к красную черту» – заявление Помпео свидетельствует о том, что посоветское пространство является приоритетом для НАТО и США, – сказал в беседе С. А.Т. член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков. Глава Газдепа еще раз дал понять, что планов США по продвижению НАТО к российским рубежам при Дональде Трампе никто не отменял. Не только Помпео, но и официальные представители НАТО, например Генсек Енс Сталтинберг, говорят о том, что Грузия со временем вступит в Альянс. Однако какая-либо конкретика при этом избегается, подчеркивает эксперт. Ни сроков не называют, ни условий, при выполнении которых такое вступление состоится. Если бы страны Альянса действительно хотели видеть в своих рядах Грузию, они просто предоставили бы ей, как всем другим кандидатам, план действия для членства в НАТО. «Никто не станет ради одной и не самой большой страны с незначительными военными возможностями изобретать какой-то особый порядок вступления», – утверждает Матвичев. Запад не хочет принимать Грузию в НАТО из-за опасения конфликта с Россией, считает он. В США и Европе понимают, что присоединение этого закавказского государства к блоку является красной чертой, которую не стоит приступать. Пока Грузия не признает независимость Абхазии и Южной Осетии, сохраняется, пусть даже теоретическая, опасность повторения конфликта 2008 года. А умирать за Тбилиси или даже нести какие-то существенные расходы ради далекой закавказской страны на Западе никто не хочет, – говорит Матвичев. Эксперт обращает внимание на то, что НАТО добивается урегулирования территориальных споров от стран, являющихся кандидатами на вступление в Альянс. Это можно было видеть не так давно на примере бывшей Югославской республики Македония, которая под нажимом Вашингтона и Брюсселя сменила название, чтобы нормализовать отношения с Грецией. Под зонтиком ЕС и НАТО, в Британии призвали обновить политическую элиту Грузии, Украины и Молдавии политические элиты Грузии. Молдавия и Украина не способны проводить демократические реформы, отмечается в докладе британского. В Грузии и на Украине часто приводят в пример Кипр. Это государство вступило в ЕС в 2004 году, несмотря на то, что оно по сей день не контролирует северную часть этого острова. Там существует государство турок-киприотов, которое признает только Турция. Но при этом в Грузии и на Украине забывают, что речь идет о давно потухшем конфликте между странами, находящимися в орбите влияния США. Турция входит в НАТО, в греческой части острова Кипра давно и есть базы члена НАТО, в Великобритании. А Грузия и Украина находятся в совершенно иной ситуации, полагает политолог. Как считают эксперты, НАТО будет сотрудничать с этими двумя странами, надеясь таким образом оказать давление на Россию. Однако Вашингтон и Брюссель будут избегать каких-либо юридических обязательств, которые, пусть даже чисто теоретически, могут втянуть их в военный конфликт. Нужно разграничивать понятия, сказал в беседе С.А.Т. заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жерехин. Одно дело – проведение совместных маневров и военное сотрудничество. Другое – вступление в Межгосударственный союз, где в уставных документах записано правило коллективной обороны, то есть война с одной страной Альянса автоматически означает войну со всем Альянсом. Я думаю, что НАТО по крайней мере с Грузией будет расширять военное сотрудничество. Согласно проведенному в мае Американским национальным демократическим институтом международных отношений НДИ опросу, 21% респондентов поддерживают партию «Грузинская мечта». Единое национальное движение с рейтингом 15% находится на втором месте. При этом создатель Янт Михаил Саакашвили связывает свое политическое будущее с Украиной, а не с Грузией. В мае он приехал в Киев и заявил, что намерен вернуть себе украинское гражданство, которого его лишил Петр Порошенко. Планы бывшего грузинского лидера осуществились. Новый украинский президент Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника. Несмотря на это, Саакашвили по-прежнему остается одним из самых популярных политиков Грузии. Согласно опросу НДИ, ему доверяют 31% респондентов, не доверяют – 32%. Если до парламентских выборов ситуация не изменится, борьба за контроль над парламентом развернется между грузинской мечтой и единым национальным движением, полагают эксперты. Поэтому правящей партии нужно проявлять ритуальную воинственность и соревноваться в этом со сторонниками Саакашвили. До парламентских выборов мы услышим еще много громких заявлений о том, что Грузия скоро вступит в НАТО или в ЕС, резюмирует Владимир Жарихин. Национальный демократический институт международных отношений Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 10 марта 2016 года. Продолжение следует...